Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Тонкости изучения родного языка. Что изменится в ближайшее время в школьной программе? Великолепная пятерка и вратарь. Правительство республики сыграло в хоккей с представителями одного из столичных вузов. Мисс Тихая Чувашия. В Чебоксарах прошел необычный конкурс красоты. Программа помощи многодетным семьям включает в себя и выделение для них земельных участков под строительство собственных домов. Как идет ее реализация, обсуждали на выездном совещании Общественного совета Минюста Чувашии. Из Майловых три сына и одна дочка. Семья живет в шестером в небольшом собственном доме. Места явно маловато. Давно задумывались о новом жилье. И вот как многодетные в соответствии с законом получили земельный участок в 10 соток. Участок нам выдали в 2015 году. По сей день, получается, в течение двух лет мы на данный момент сажаем пока там только картофель. И в ближайшем будущем, конечно же, планируем строительство. В чистом поле дом не построишь. Нужна соответствующая инфраструктура, коммуникации. А это уже задача муниципалитета. Газ, воду и свет в Чебоксарском районе планируют проводить поэтапно. Мы уже и планируем все работы, и дорожное строительство, и строительство вот этих сетей за счет уже действующих программ. В ближайшие годы это должно быть, будет, мы уже уверены. Хорошо, чтобы такая уверенность подкреплялась делами, иначе программа забуксует. Пригодных для строительства жилья участков в муниципалитетах не так уж много. Бывали случаи, когда семьям выделяли просто бросовые земли. Поэтому общественный совет внимательно изучает ситуацию на местах. Из республиканской собственности в муниципальную передано более 350 гектаров земли. В дело пошли и обнаруженные в ходе народной инвентаризации пустующие участки. Мы из этой ситуации выходим и землю нашим многодетным стараемся предоставлять. И, конечно же, акцент делаем не просто на фактическом предоставлении. Стараемся именно землю предоставлять сформированную в надлежащих местах, хорошей. Собственным земельным участком владеют более чем 6 тысяч многодетных семей. Этот вопрос полностью решен в Алатарском и Шемуршинском районах. В остальных работа будет продолжена. Совет по улучшению инвестиционного климата обсудил сегодня реализацию масштабного промышленного проекта в столице Чувашии. И предварительные итоги туристического сезона 2017. Речь идет о возобновлении работы столичного молочного завода. Как известно, он был закрыт прежним собственником как нерентабельный. Сейчас инвесторы из Саратова вкладывают средства в модернизацию существующих площадей. Объем инвестиций – миллиард двести миллионов. Общественная полезность нашего проекта в следующем – это создание порядка 100 рабочих мест в период реализации проекта. Ежегодное увеличение объемов производства молочной продукции с 22 тысяч тонн мы планируем до 54. И как следствие переработка молока, сырья именно в Чувашской республике, а не вывоз его за пределы. Планировалось, что после закупки основного оборудования удастся запустить производство уже в этом году. Но пришлось срочно ремонтировать основное здание. Работать завод будет только на местном сырье. Срок окупаемости – 57 месяцев. По плану предприятие составит конкуренцию многим местным молочным маркам, что позволит снизить стоимость продуктов в розничной сети. Еще одна сторона вопроса – повышение туристической привлекательности. Пусть косвенно, но это тоже влияет на инвестиционный климат. В Чувашии разработана стратегия развития туризма. Строятся объекты, выделяются средства. Но серьезных изменений пока не ощущают. По предварительным данным, столетию Чувашии в прошлом году посетили 163 тысячи человек. Из них только треть – речным транспортом. В то время как Свияжск – 525 тысяч. Сравнение явно не в пользу республики. Хотя и там, и там основное преимущество – река Волга. Стратегически республика в развитии туризма давно определилась. У нас два основных направления, которые сегодня, да, возможно, не так эффективно, как хотелось бы развиваться. Это водный туризм, потому что у нас есть река Волга, у нас есть порт. И, естественно, это возможность привлечь туристов. В этом направлении ведется работа, в том числе, с Ростуризмом. В свое время были приняты решения по… И вы как раз правильно отметили, что есть возможность принимать круизные лайнеры. А ее, возможно, до 2005 года, кстати, не было в Чебоксарах. Корабли стояли на рейде. Но республика включила проект в федеральную программу. По мнению некоторых экспертов, стратегия определяет лишь ключевые моменты движения в этом направлении. А дальше должны быть вполне конкретные действия. Действия, которые позволят остаться туристам на ночь и потратить больше 400 рублей, которые, по статистике, они тратят сейчас. Сюда должны быть вовлечены как представители бизнеса, да, в частности, мало-среднее предпринимательство, так и все, все жители республики. Каждый житель республики, если он, например, выезжает, да, из-за предела, он уже должен становиться агентом привлечения туристов в нашу республику. В тренде сейчас событийный туризм. В Чебоксарах проходят оперный и балетный фестивали, фестиваль фейерверков Дни города и республики. По статистике, в это время к нам приезжают немало туристов. Этим летом в городе провели уличные фестивали Марпасадфест, организовали стратегическую сессию, устроили кинопоказы научно-популярных фильмов, запустили Томсойерфест, провели музыкальный марафон на сцене, духовой оркестр исполнил космический имперский марш. В Мариинском посаде-то, да. В городе побывало около сотни журналистов из США, из Европы, были журналисты Первого канала. В город приехало около сотни городских активистов, которые развернули свои интерактивные площадки. В город за все фесты приехало гостей больше, чем живет в самом городе. На будущий год, считают эксперты, в Чуваши обязательно приедут любители футбола, посмотреть тренировочные матчи чемпионата мира. Надо обратить внимание на дороги и придорожную инфраструктуру. Татьяна Молокова, Малина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Итоги работы промышленности за 9 месяцев, вопросы кооперации и государственной поддержки обсудили на коллегии Минэкономразвития. Встреча прошла в торгово-промышленной палате, где собрались руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, участники ассоциаций и союзов товаропроизводителей. Прогнозы, составленные в начале года, пока оправдываются. Индекс промышленного производства держится в рамках запланированного – 102,7%. Ряд компаний не только наращивают объем отгруженной продукции, но и расширяют свое присутствие на внешних рынках. Успешно проходит диверсификация. Особенно это касается предприятий химической отрасли. С 2018 года Чуваши начнет работу в федеральном пилотном проекте повышения производительности труда. Для участия в программе отобраны пока 11 предприятий. Прежде всего, эти компании претендуют со всеми прочими мерами государственной поддержки, в том числе и на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным именно на тех переоружения и повышения производительности труда. Поэтому список не ограничен. Он может быть расширен. Обращайтесь, мы с удовольствием его расширим. Мы должны понимать, что политика предприятий направлена на то, чтобы увеличение оборота, увеличение заработной платы и увеличение производительности труда. Говорили о мерах государственной поддержки. Сегодня в Чувашии работает несколько масштабных программ, часть которых реализуется совместно с федеральными структурами, часть за счет средств республиканского бюджета. По итогам 9 месяцев текущего года общая сумма полученной предприятиями республики господдержки за счет средств федерального и республиканского бюджета составила почти 395 миллионов рублей. Из них федеральный бюджет 267 миллионов и 128 миллионов – это региональный бюджет. Эта поддержка направлена на техперевооружение, на модернизацию действующих производств, пополнение оборотных средств, которые всегда нужны, на затраты по проведению работ по НИОКР. Также призываем вас активнее пользоваться льготами по налогу на имущество и прибыли организации. Участники коллегии Минэкономразвития обсудили и различные формы производственной кооперации. Сегодня это самая эффективная модель взаимодействия промышленников разных форм собственности. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня Государственная Дума России рассмотрела проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В первом чтении. На что делается упор в главном финансовом документе страны по телефону нам рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова. Он консервативный, он социально ориентированный и, конечно, он принимался в первую очередь с опорой на мнение наших избирателей. Для меня важно, чтобы мнение Чувашской республики было услышано и чтобы Чуваша получила максимально возможный объем средств, который идет на нужды избирателей нашей республики. Это в первую очередь и зарплаты, и пенсии. Естественно, по моей части это образование. Для нас очень важно сейчас строить новые современные школы. Поэтому мы работаем на то сейчас, чтобы попробовать нести еще дополнительные поправки во втором чтении с тем, чтобы можно было получить кратно больший объем средств. Конечно, для нас очень важен вопрос МРОД. С 1 января 2018 года он будет равен 85% от величины прожиточного минимума, а уже с января 2019 года он будет равен этой величине. Кроме того, мы продолжаем все партийные приоритеты, которые были сформированы после выборного процесса. Когда после выборов за нас проголосовали, мы инициировали несколько проектов по благоустройству городской среды, парков, дворов, местный дом культуры. Это театры малых городов, театры детям. Чуваша участвует во всех этих проектах. И сейчас будет распределение средств, будет собираться трехсторонняя комиссия. И я надеюсь, что Чуваша получит достаточно существенные федеральные субсидии. В целом у нас бюджет социально ориентированный, сохраняются все социальные обязательства. По ряду направлений у нас финансирование будет увеличено. Социальная сфера занимает почти 40%. И очень важно, что растут расходы и на здравоохранение, и на образование, и на науку. Проект «Открытый город» снова собрал неравнодушных чебоксарцев. На этот раз встреча состоялась в школе номер 29. В актовом зале школы практически не было свободного места. Послушать о социально-экономическом развитии города и планах на будущее пришло много желающих. Безопасные и качественные дороги, переселение граждан из аварийного жилья, формирование современной городской среды. Реализация этих программ идет в столицу Чувашии полным ходом. Ведется работа по модернизации системы «Безопасный город». И здесь очень важно услышать мнение жителей. Сначала надо спросить, как можно больше спрашивать горожан. Горожане видят улучшение и понимают, что для нас важно мнение каждого и долика каждого чебоксарца есть в принятии решений, которые мы реализуем. Вопросы задавались в режиме свободного микрофона. Ребенок у меня учился в 4 классе. Весь прошлый год они учились танцами, танцевальный дружок проходил у них в коридоре этой школы. Нам прежний директор давно обещал установить там или организовать какой-то зал для танцев. Мы сейчас, конечно, уповаем очень на нового директора, но я так понимаю, что нужна помощь от вас. Нельзя в коридоре заниматься. И здесь уже руководитель зависит, у вас же есть свободные площади. Здесь директор подготовит смену, бюджет следующего года формируется. Думаю, что решение в любом случае нет. На встрече присутствовали и представители управляющих компаний, руководители структурных подразделений администрации Чебоксар. Например, председатель ТОС Горьковский Татьяна Батракова рассказала, как изменился облик пришкольного микрорайона. У нас очень многое меняется. Несколько дворов вошло в программу городскую по благоустройству дворов. Сегодня только мы ходили, смотрели, как преобразились наши дворы. Преобразование в этих дворах проходит с их подачи. Всего за вечер обсудили около 20 вопросов. Касались они развития микрорайона, переселения из аварийного жилья, освещения аллей, строительства парковок, ремонта дорог. Причем на большую часть вопросов горожане получили ответы сразу. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня 55 лет отмечает коллектив филиала Российского университета кооперации. Когда-то это был учебно-консультационный пункт. А теперь один из ведущих вузов Чувашской республики. Сегодня здесь учатся 4000 студентов более чем из 60 регионов страны. Немало из зарубежной молодежи. Экономический и юридический факультет управления идут в ногу со временем. С полученными здесь знаниями студенты востребованы не только на предприятиях Чувашии, но и России. Мы осуществляем непрерывную многоловную подготовку по 35-м образовательным программам высшего образования. В том числе 17 программам бакалавриата и 16 программам магистратуры. В кооперативном институте трудится 144 преподавателя. Почти все имеют ученые степени. Сегодня на торжественном собрании многие из них получили заслуженные награды. Товарищеские встречи на льду Чубаксаро-арена стали уже традиционными. На этот раз команда правительства Чувашии соревновалась со спортсменами-любителями из кооперативного института. Игру посвятили юбилею вуза. Ледовый поединок получился зрелищным со спортивным азартом и боевым настроем. За баталиями на льду наблюдал Рифат Фаткулин. Скорость, опасный момент, точная передача, гол. С первой секунды хоккейного матча ледовые дружины пошли в атаку. Уступать не желал никто. Первую шайбу в ворота противников забросила команда правительства. Сравнять счет команде Копер удалось через считанные минуты. Даже в товарищеской встрече обе стороны настроены только на победу. Мы же не профессионалы, мы любители играть в хоккей, когда есть время. Поэтому положительные эмоции, достаточно настроение, хорошая команда готова состязаться, играть, играть до конца. Мы, когда выходим на лед, мы радуемся просто этому льду, когда видим, что дети приходят, родители приходят, ветераны вечерней хоккейной лиги приходят. Я просто рад и горд, что очень много людей сегодня занимается хоккеем. Основные баталии развернулись в третьем периоде. Команда правительства упорно отстаивала свое преимущество на льду, ведя со счетом 4-2. Но Копер все же собрались силами и, не сбавляя оборотов, буквально одну за другой забросили две шайбы. Таким образом, за несколько минут до финальной сирены сравняли счет 4-4. Спорт – это всегда радость. Но напряжение, конечно, есть, играем, скажем так, с неспростым соперником. Но спорт, он дает радость. Мы отдыхаем из своих повседневных проблем, поэтому спортом нужно заниматься всегда и во всем. Получилась настоящая хоккейная битва. За 60 минут чистого игрового времени в воротах команд соперников побывало 8 шайб. Но что интересно, после финального гудка никто из хоккеистов так и не взглянул на итоговый счет. Обсуждали интересные игровые моменты. Это оказалось важнее. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. В 12-й раз в Чебоксарах прошел конкурс «Мисс Тихая Чувашия». В нем участвуют девушки с нарушениями слуха. О том, как это выходить на сцену, не слыша аплодисментов, Ольга Пырочкина. За кулисами волнение. Скоро дефиле. Это непросто выйти на сцену, когда ты не слышишь, как объявляют твой номер или музыку. Но никто, кроме них, не заметит этих трудностей. Зрители жюри увидят только обворожительных девушек в красивых платьях. Тянет, плести и танцевать. Счастливой в жизни быть мечтает. И вам того за всем желаю. После дефиле творческое задание. Необычное для других конкурсов красоты жанры. Театр теней. И так называемое жестовое пение. Возможность выйти на сцену, я думаю, любая девочка. Здоровая она или она с какими-то проблемами в здоровье. Это счастье большое для девочки. Поэтому выход на нашу сцену все оценивают самый настоящий конкурс красоты. Мало того, что ты еще обаятельное и красивое, надо продемонстрировать все свои таланты. Среди талантов и умения танцевать. Участницы не слышат аплодисментов, но поддержку зала и родных чувствуют. Дарья Мулина поразила зрителей танцем с шашкой или фланировкой. Я участвую в этом конкурсе первый раз. Очень волнуюсь. Со мной приехали мои родители. Я им очень благодарна за поддержку, помощь. Думаю, без них и без учителей, конечно же, без друзей я бы не забралась на этот конкурс. Мне больше всего запомнился вон тот танец сам. Я очень люблю этот стиль. Я вот первый раз вижу. Участница конкурса – это ученица двух специализированных школ в Цивильске и Чебоксарах. Они соперничают на протяжении 12 лет. В этот раз мисс Тихая Чуваша стала Диана Савельева из Цивильска. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди еще интересная и полезная информация. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Впереди выходные и возникает вопрос, где их привезти. Выбор становится сложнее, если отдых планируется семейный. Но не волнуйтесь, у нас есть для вас ответ. Добро пожаловать на всероссийскую ярмарку в Чебоксарах. Хотите встретить зиму во всей красе? На ярмарке это сделать легко. На выбор теплые, а главное – стильные вещи. Разнообразие удивляет, и определиться бывает непросто. Здесь можно купить уникальные вещи. Например, из шерсти яка и верблюда, а также кашемира. Хватки, шарфы, варежки и жакеты. Все производство монгольских предприятий. Пять минут постойте, вот как будто вот здесь разливается тепло вся печка. Держать ноги в тепле легко. Подобрать пару меховых унт или кожаных сапог можно всем. Мужчинам, женщинам и детям. Верхняя одежда, модные шубы и пальто с вышивкой разнообразных расцветок. Теплые куртки и пуховики производства в Финляндии. Представлено много разнообразного, то, что нет в магазинах. Можно закупиться и пойти домой уже отмечать. Украшения из камней, кольца, подвески и сережки. Свой комплект сможет подобрать любая девушка. Для дома оригинальная посуда из голубой керамики, вкусные чаи и, конечно же, сладости для больших и маленьких сладкоежек. Например, финские метровые конфеты, узбекская халва и щербет и южная чурчкела. Мужчинам, женщинам и детям.